Женя, вот как вот вы вживаетесь в роль, да? Вы понимаете этого персонажа, вы живете его жизнью. Но когда вы из года в год играете определенную роль, эта роль, она не на вашем характере и на вашей натуре никак не отражается? То есть вы приходите домой, как сценический костюм сняли этого персонажа, и вы снова Евгения? Или все-таки как-то вот влияет работа? Наверное, пока идет процесс репетиционный, наверное, это действительно каким-то образом влияет, потому что ты что-то пытаешься понять, какие-то моменты, которые ты вроде бы никогда в жизни не сделал, ты начинаешь их присваивать, и поэтому что-то меняется внутри. Когда ты начинаешь уже играть, и когда это уже такой повседневный процесс, уже это, наверное, происходит гораздо меньше, потому что это уже живет само по себе. Поэтому это действительно снимается, но не как сценический костюм, это все равно там до трех часов ночи ты не спишь, адреналин, и все равно это все, оно сказывается. Но так, чтобы в процессе уже того, как спектакль идет, это уже не происходит. А в репетиционном процессе, да, в репетиционном моменте уже это как бы входит. Вот в контексте этого, этот вопрос будет вот обойма, но сперва, Жень, вы ответите, а потом, Дмитрий, я хотел бы от вас это услышать. Есть ли тогда вот в контексте вот этого вот восприятия и проникновения роли в актера, есть ли такие роли, от которых вы откажетесь априори, независимо от того, какой режиссер вам предложит это сниматься? Или нет? Или это все-таки зависит от коллектива, с которым вы будете работать, и от людей, с которыми вы будете в эту роль погружаться? На самом деле, действительно, много зависит от коллектива, много зависит от людей, которым доверяешь. У меня был пример с картиной «Ведьма», меня все отговаривали абсолютно. Это где вы были, в черных линзах? Да, это было по Гоголю, по Виеву, это было абсолютно очевидно для всех, что этого делать не нужно. Да и, собственно, я, наверное, тоже бы до того, пока я не согласилась на эту роль, наверное, я, может быть, и отказалась бы. Во-первых, я априори доверяла режиссеру, который предложил мне эту работу. А кто это был? Это был Олег Фисенко, мы уже до этого сделали картину вместе «Умножающий печаль», и мне было понятно, что он это делает зачем-то. Когда я начала это для себя придумывать, мне это стало очень интересно, и тем более, что мы хотели снять картину о вере. И когда меня все начали пугать, запугивать и говорить, ну зачем, как это, что это, я поехала к батюшке, я поехала к священнику, и он мне сказал, это православный писатель, он писал о вере. Работай спокойно, ни о чем не думай. И для меня тогда абсолютно отпали вот эти моменты отказов, сомнений. Для меня это было понятно и очевидно. Зачем я это делаю, почему я это делаю, что я хочу это делать. Дмитрий, у вас такое же отношение к этому? Ну, у меня был... Пытаюсь деликатно подобрать слова. Опыт. То есть, ну да, наверное, это самое правильное слово для начала построения предложения. У меня был опыт отказа от каких-то ролей, когда я тоже по каким-то нравственным критериям и понятиям я ставил себе табу, что ни в коем случае именно по нравственным каким-то понятиям. Например? Ну, не вдаваясь в глубокие детали, ну, например, там из последнего опыта там предлагали сыграть роль некого человека, который приехал из столицы в провинциальный город. Имеет романтические плотские отношения с некой дамой, в то же время своей сверстницей, в то же время имеет такие же романтические плотские отношения с ее дочкой, которая является ученицей 10 класса. Но она ему об этом как бы не говорит, что она ученица 10 класса, дескать, она взрослая. Потом этот человек уезжает обратно в Москву, при том, что у него есть там и семья своя, и эта девушка приезжает в Москву для того, чтобы там куда-то поступать, и просит его помощи, и говорит, я такая-такая. А человек говорит, вот, поюди. То есть, у меня были какие-то тоже моральные препятствия, табу, когда я от каких-то, ну, подобных вещей, я отказывался там, тем более, после одного события в моей жизни. А, вот это многое объясняет сразу. Нет, это, к сожалению, это очень печальное событие в моей жизни, поэтому я как бы сказал себе, что какими-то нравственными вещами я поступаться не могу. И потом точно так же у меня был опыт, когда я приехал тоже к своему духовному отцу, и тоже я сказал, батюшка, вот так и так, говорю, вот сейчас опять какую-то работу предлагают, я что-то как-то... А он мне сказал, если эта работа только не является категорическим наставлением на жизнь недуховную, любую недуховную, то есть, если это не откровенная пропаганда зла, тогда, говорит, снимайся. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.